В столице открылась выставка одного из самых известных художников Ингушетии, Мурата Полонкоева. Он художник, архитектор, коллекционер, исследователь и преданный хранитель традиций своего народа. Последние годы его любимая тема это родовые ингушские башни. Он создает их суровые образы на своих полотнах, для того, чтобы дома предков всегда были рядом с теми, для кого были построены. На выставке представлены его живописные работы последних лет, сообщает Юлия Кондрюкова. Мурат Полонкоев смотрит на свои работы и вспоминает горы. Их он готов писать 24 часа в сутки. Говорит, на равнине глазам зацепиться не за что. Когда я первый раз попал в горы, это было в 65-м году, я попал в горы Ингушетии. Там есть одни башни Аздоевых, волнушки называются. Они сделаны на шпилях, на высоких тонких скалах. Продолжением скалы является башня. Я бы не поверил, если бы я там проснулся, не поверил, что это наиво. До того было впечатление. Визитная карточка Ингушетии, горы и родовые башни. Их здесь несчетное множество. Название национальности нашей, мы по-своему их называем. В начале идет слово башня. Потом уже как житель, или туловище, или стержень. Мурат Полонкоев берется за эпические полотна. Этого пастуха под древним деревом он писал 4 года. Полотно масштабное по замыслу и по исполнению. Его всегда привлекала вековая древность. Я изобразил амазонку. Ну, как по описанию, по легендам, говорят, что они жили около, у подножия столовой горы. Его произведения в Ингушетии можно встретить в самых неожиданных местах. В горах и даже у трасс. Одна из последних работ Мурата Полонкоева находится на жертвенном месте Ингушей. Абигу, недалеко от трассы Кавказ. Памятник посвящен жертвам репрессий. Мемориал посвящен репрессиям не только одного народа, а вообще народу всего мира. За полвека творчества он создал более пяти тысяч произведений. Каждый год не менее сотни новых работ. С самого начала и по сей день вдохновение дарили горы родной Ингушетии. Юлия Кундрюкова, Дмитрий Александров, служба информации, телеканала «Культура».